Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 14. Вопрос 2859. Может ли быть рождение свыше без первой любви? Первая любовь может быть без рождения свыше? Насколько эти понятия тождественны? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О первой любви читаем только один раз в Библии. Книга «Откровения» 2.4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Рождение свыше – дар Божий, чтобы человек осознал свое окончательно погибшее состояние, чтобы поверил, что за грех положена смерть по закону Божьей справедливости, и что за грехи его умер Христос. Римлянам 3.23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 6.23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 5.8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Человек может любить Бога всем сердцем даже не за Его Сына на кресте, а за то, что видит, и этой любовью прославлять Бога и служить ближнему, не будучи рожден свыше. Рождение свыше не может быть без любви к Богу. Тождественности никакой нет у рождения свыше и первой любовью. Ни один мусульманин не рожден свыше, доколе он находится в своем заблуждении, но он может искренно и от всей души любить Бога, Аллаха. В Ветхом Завете многие любили Бога, но никто из них не был рожден свыше. Эта тема была открыта только Иисусом Никодиму. Евангелие от Иоанна 3.3. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Старообрядчество построено на страхе Божьем, на страхе попасть в ад. Там совершенно нет понятия о рождении свыше и о первой любви, но может быть так, что среди них сам по себе добрый человек родится свыше и будет иметь первую любовь, потому что они христиане и исповедуют правильно Христа и веруют по Евангелию, имея истинное священство и святые таинства. Стихотворение Приметы не к погоде, а к поступкам, к взаимоотношениям, к спасению. Подозреваемое брови чуть насупит и рушится необратимо семьи. Есть, знаю, справедливые приметы, что если утром ты не помолился, не почитал из Нового Завета, печать греха на почернелых лицах. Когда же не спеша молитвой душу кормишь и не спеша же Библию читаешь, весь день, как говорится, очень в норме, часы благословения листаешь. Примета есть, коль милостыню дашь. Богаче делаешься ты, твое потомство. Где с десятиной деньги, там не бывает краж. Христос зайдет, как к Аврааму в гости. Как сам со стариками нежно мил, той стороной медаль и обратится. Кто нищего принял и накормил, нальются соком там у винограда кисти. Кто рано-рано каждый день встает, и чьим дыханием бедные согреты. Уста евангельские, там источают мед. Такие вот из древности приметы. Не будьте суеверием, Абуяны. Во свете Библии проверь во имя света. Хранитель-ангел пронесет над ямой. И это непустяшная примета. 4 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин.